Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 382. События дня. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. С этим никак люди не хотят согласиться. А при чем тут Слово Божие? Я молюсь. Тут не надо рассуждать. Написано так. Ты не знаешь, как молиться, а чего молиться. Слово Божие этому научает. 28 декабря 2016 года. Я просто здесь вместо показываю, просчитайте, тормозните и просчитайте, и увидите. Дальше тут я подаю все баптиста о бороде, что детский православный лагерь. Вот наши соображения. Много роликов здесь поставлено. И дальше пишет. Наталья Усатая. Спаси Христос, Отец Игнатий. Все духовное вымирает. Весь мир во тьме. А особенно Европа. Я детей учу всему, как правильно должно быть. И в храме. Но они вырастут и ничего не найдут духовного. Попы эти лютые, самые злые волки. Всем закрывают дверью Царствия Божие. Людей жалко. Слепые они. Иду в храм и скорбно не литургии, а богохульство. Все деньги, деньги, деньги. Везде сплошной блуд и ложь. Люди потеряли страх Божий. В школах учат блуду. Если родители препятствуют, то государственные службы, отбирая детей, навсегда не разрешают видеться с родителями. Все праздники, а особенно Пасха, Рождество Христово, вытесняют всеми силами. Дети, их родители ничего не хотят, даже слушать про Иисуса Христа. Все женщины и мусульманки поголовно одевают джинсы. Редко увидишь кого-то в юбке или платье. Даже в магазинах нет нормальных юбок. Все короткое. Я пытаюсь одеваться, как у вас в общине. Все дорого. И если найдешь хоть что-то, то весь свой доход нужно потратить. А потом умирать с голоду. Потому что денег на питание не остается. Я не знаю, юбку-то что, материя взял, да все. Юбку-то еще там завернул, зашил и все. Костюм шить это надо уметь. А юбку-то это как портянка. Муж уже мне возбраняет. Почему учу детей молиться перед едой и после? Говорит, еще маленький. Начинаем ругаться. Теперь все тайно от него делаю. Молимся, когда его нет дома. На улице не разрешает одевать платок. Только дома. Начинает поносить меня всеми хульными словами. Ну а кто тебя заставлял за него выходить-то? Ты же вышел, а теперь он мститель. Неверующий совершенно человек. Никого не слушал. Тут надо дальше договаривать. А все только начинается. Я собираю в каждый месяц деньги, чтобы приехать к вам на крещение. А он пока против. Остается только молиться. Дмитрий и Ведьма С. Благодарю вас, батюшка, за наставление. Весьма трезвяще и назидательно, и душеполезно. Давно посматриваю вас время от времени, так как на все времени не хватает. Делаем капитальный ремонт дома в однокомнатной квартире уже шестой год, как въехали с родителями после размина трехкомнатной. Живем не без грехов. Конечно, что печально. Но и не без духовной радости и милости Божьей. Господь во всем помогает, управляет наше недоумение. Во всем пытаясь стараться. Все с милостью Божьей. Очень приятен ваш визит. Благодарю за наставление. Очень понравилось про ангела-хранителя и поход в церковь. Так как припозднился, уже завтра навряд ли на службу получится. Но вот на исповедь и молебен, и канонон, и акафист, надеюсь, получится сходить и прочитать хотя бы поисповедоваться. Сердечно благодарю за ваше внимание. Доброго вам здравия и ангела-хранителя. Очень громко я так и не прогрессу. Много что можно узнать. Вот. Я кому посылаю книги, покупаю, чтобы выслали. С книгами в руках. Вот сегодня ночью получил. Вот. Посмотри, какие. Какой человек. О! Понятно. Вот он Новый Завет от нас получил. Василий. А ты как он держит. Он мне понравился. Застегнутый. Все как... Вот теперь с этой стороны еще. Так и все. Ну, все книги сильно понравились. Конечно, книги шикарные изданы. Вот так. Вот сегодня тоже прислали с Красноярска. Полный комплект. Кое-как разобрался, еще просят. В Италию просят прислать полные. Сегодня надо разузнать. Точно, Володя. Пойди книги понесете. Узнайте, сколько стоит вот такое, которое вы посылать будете в Красноярск. Сколько стоит в Италию послать. И сколько в Украину. Соны-то у них есть. Попросите. А не даже сказать. Мне понравилось. Я говорю, что... Ну, понятно. Вообще ни слова нету. Только положительное. Я не знаю, с поясом нет. Ну... Молодой человек. Ну, во славу Божию. У нас... Это что вот это вот? Вот они когда получают... Вот видите, какие квитки высылают. Что заплатили. Вот сколько? 30 тысяч. Вот. И я тут рассматриваю. После этого получаю деньги. И тогда посылаем. Ну, и вот наши ресурсы. Видео тут пошли. Наши ресурсы в моем мире. Сейчас я выведу на мой мир. Чтобы видно было. Заходите в моем мире. Я очень люблю эту систему. Больше всех. Вот здесь все, что говорят, отходят. И... Ну, я переношу сюда. С Ютуба. Ютуба сюда все. И у нас большой православный форум. Вот. Видишь, какие верующие. Христиане. Мы их хорошо знаем. Добрые, хорошие люди. Девушка какая выросла. Они были у нас. Они ушли от нас. Потому что увидели фотографию. Что патриарх. В то время был Алексей Второй. За одним столом. Сидят с лавром. В зарубежном. И это уже... Такая вина была. Не выскажешь. И ушли. Немного неприятностей было. Мы никак не можем найти, как правильно это делать. Признать московскую патриархию безблагодатной. Мы до этого пойти не можем. За этим стоит слишком многое. Никак. Никогда. Ну, вот они избрали такой путь. Перешли к старообрядцам. Вот так. Вот тут разные что где-то пишут. Тут много пишут о себе. Тут я даже не стал считать. Такое неважное. Ну и вот. Это вот наш видеоканал. Видеоканал. Вот как выглядит православный видеоканал. Пока говорили. Тут три. Сейчас посмотрим. Сейчас есть матерки. Я не виноват. Я сразу уберу. Ругается ужасно как. Песятники. Что? Давай еще. Просчитать надо будет. Дай Бог здоровья. Песятники. Это позор. Я был на собрании в Пинске. Когда покаялся двадцатилетний сын пастора. Через год он уже лидером молодежи. Вот так. Песятники придурки. Видишь какие отзывы дают. Песятники придурки. Ну и вот здесь что. Тоже был. Прочитай что тут написано. Максим Рохтанин. Тоже был протестантской церкви долго. Библейский колледж заканчивал. Учительствовал. Проповедовал. Но в один момент все изменилось. Сейчас я православный. Ну вот так. Ну тут говорят что ересь. Надо понимать. Католическое православное. Дорогие святые римские папы. Ну тут дальше что-то недовольно. Что Игнатий говорит. Все. Я признаю католиков. Признаю их церковью. Меня за это гвоздает слева и справа. Людей разделение. У Бога нет разделения. Конфессии, динаминации. Нет этих слов. А то сатана придумал. Где конфессия и где динаминация. Там стоит ересь должно стоять. Есть церковь и есть ересь. И вот здесь. Тоже об этом он и говорит. Что в протестантской был среде. Ушел. Ну на наших ресурсах. Он многое может найти. Этот человек. Ладно. Да. Еще что. Вот. Давал что он плюс один. Какое-то что-то. Игнатий комментировал. Вот оно. Я не знаю что тут. Вопросы от недоумения. Впоминаю Елена. Я не понял что здесь. Она просто плюс поставила и все. Да. Никаких нету ничего. Вот плюс два что-то. Ну ничего нету тут. Плюс это наверное что-то понравилось. Студент. Что? Пророчество Богородицы о России. Блесенькие признаки. Пророчество о России. Не понимает духовного смысла поста. В чем смысл поста. Спасибо. Ну еще спасибо. Ну еще спасибо. Ну короче. Тут не понятно что он тоже хотел сказать. Я показываю что Фатима. Которая Португалия. Это от демонов. Это не божественное явление было. Все не сходится. Вот это тайна. И все на тринадцатое. На тринадцатое число. Ну открытым текстом. Как вот Печаль Сатаны Мария Каррелли пишет. Перевод книги Кропоткиной. А Стокеру теперь Брэму приписывает. Нет. Это Мария. Вот так. Ну все. И большой у нас ресурс. Это во свете Библии. Сайт. Православный библейский сайт. Вот вчера мы уже начали. Тут мы рождение прошли. А теперь работа. Тут разная. И разбор поступлений я пропустил. Потом отдельно. Вот работа. Ну что здесь? О работе спрашивает меня. Вот видите как. Теперь я выделяю. Копирую. Ну и что здесь надо спернуть? Копирую. Вот. Борт открываю. Борт вставляю. После этого увеличивать надо. И тогда мы начнем насчитывать и узнавать. Это вопросы, которые мне задавали в университетах, школах. Ну и вот ответ. Вопрос какой? Вопрос 803. Второй том открытым оком. Да. Какую роль в жизни христианина играет образование? Должен ли христианин стремиться стать хорошим специалистом? Или работа для него только средства к существованию? Ответ. Много путешествовавший Иисус, сын Сираха, внимательно наблюдавший за людьми, разного состояния и сословия нашел, что для поддержания жизни нужны хорошие специалисты, повышающие свою квалификацию. Это о рабочих специальностях. Но кто решил посвятить себя книжной мудрости, у того должно быть много свободного времени. Премудрость Сираха, 38 глава, 24 по 39 стихи. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга. И кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом или хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телец. Так и всякие плотники, зодчие, которые проводят ночь, как день, кто занимается резьбою, того прилежания в том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он. Звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончание дела и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, которое постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукой своей он дает форму глини, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся, и не будут жить в нем. И однако же они в собрания не приглашаются, на судейском седалище не сидят, и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения, не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский и молитвы их об успехе художества их. Я был близко знаком с исповедником Христовым, настоящим героем веры, Устиновым Александром Ивановичем. У него было много специальностей. Токарь, лекальщик, фрезеровщик. И всюду он имел наивысшие разряды. Его ценили на весь золото, так что и в сталинском гулаге он мог диктовать свои условия, чтобы в празднике Христова не работать. Считаю, что христианин должен учиться только на пять, кончать с красным дипломом и с золотой медалью, постоянно повышать разряд на работе и превыполнять норму с хорошим качеством. У христианина всегда должны быть деньги в запасе. Ефесянам 4 глава, 28 стих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись и делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 2 Фессалоникийца 3 глава, 11 по 15 стихи. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых обещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая безмолвий, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова на вашего всем послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Апостолы были рыбаки и трудились всю ночь. Псалом 103 стих 23. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Будучи вселенским учителем, апостолом, который мог жить только от благовестия, несмотря на это, Павел не ел хлеб праздности, но где бы ни остановился, приступал к физической работе. Деяние 18 глава 3 стих. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Ну, допиши здесь. Хорошая специальность цеголовок. У нас на занятиях были разные-разные люди. Смотришь, хорошая специальность, я в одно место собираю, а потом будет видно. Так. Следующий вопрос. Вот так. Это мы сейчас опять же копию берем. Чтобы хорошо было видно. Почему-то она не так открывается не очень. Это не долго совсем, чтобы привести в нужное. Дальше. Вопрос 844. Второй том открытым оком. Как вы считаете, если человек мечтает о лучшем, это не дьявольское наваждение? И не грешно ли? Ответ. А зачем мечтать? Просто надо делать, чтобы все было лучше. По принципу устройства американских дорог. Все дороги хорошие. Но хорошие постоянно улучшаются в первоклассные. А первоклассные постоянно улучшаются в экстраклассные. Если вы говорите о материальном благополучии, то и это не возбраняется. Если вы будете бедными, то от вас нет ни десятины, ни милостыни. Нужно работать хорошо и все иметь свое. И никогда ни зачем не ходить по соседям, но жить скромно, максимально дешево. Ефесянам 4 глава 28 стих. Кто крал, пред не кради, а лучше трудись. Делай своими руками полезное, чтобы было из чего удалять нуждающегося. Вот хожу в слово полезное еще надо выделить. Делай руками полезное. Нуждающемуся. Нуждающемуся. Мечты маниловщина только порождают зависть. Нужно всегда ставить реально достижимой цели. И одерживать маленькие победы, как на житейском, так и на духовном фронте. Слово «мечта» только отрицательный смысл имеет на страницах Библии. Нигде положительно нет этого. Имею некоторый опыт, согласно изречении Иоанна Златоуста. Если земля, будучи нераспаханной, не производила сорняки, крапиву, то, будучи оккультирована, она также ничего удивительного не породит. Ни свечка, ни кочерга. Но, 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Всякое приобретение, великое приобретение быть благочестивым и довольным. В нашем лагере стане, о чем мы только едва могли мечтать, ныне есть все. Так точно Бог сотворил относительно нашего места моления, издания книг и многого другого. Мы не просто мечтали об этом, но крепко молились и хорошо трудились, и все средства бросили в одном направлении. Так, что тут, стихотворение. Приди к нам, о Боже, приди. Мы устали. Последние силы слабеют в пути. Пригнуты к земле мы под гнетом печали. Но и дай нам подняться и дальше идти. Идти за Тобою на крест, на страдания. Страдай за святые заветы Твои. Зажги нас любовью в часы испытания. И сердце любовью Твоей обновим. В святыню, как прежде, бросает каменья. Мир гонит по прежнему паству Твою. Мир дышит злобою, коварством и мщением. Злобою, коварством и мщением. Но дай нам не сдаться в смертельном бою. Все тут? Вот такое стихотворение. Так, здесь, о чем она встреча идет? Ну-ка. О мечтах что-то. Забота о высшем. Забота в работе о высшем. То есть, все время ты должен расти профессионально. Вот видишь, куда я их сразу убираю. Они мне сгодятся, может быть. Еще я не знаю. Вот, теперь дальше идем. Что тут? Вот тоже еще. Неголубок-то призвится. На двадцать. Ну давай. Вопрос восемьсот сорок пятый. Второй том открытым оком. С какой мыслью и словом давать милостыню? Что говорить, когда делаешь людям доброе дело, чтобы это дело было для славы Божией, для Христа, а не для себя и тщеславия? Ответ. Самый простой способ выполнить эти условия – следовать предписанию Христа, делать милостыню тайно. Евангелие от Матфея 6 глава 2 стих. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. И истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. В большинстве случаев это невозможно, поэтому надо настроиться на то, чтобы делать ее тому, кто действительно в ней нуждается. Подробно об этом в нашей книге «К истинному православию. Раздел о милостыне». Есть люди с парализованной волей, и они не хотят работать, а ждут, когда им положат в рот. Это все равно, что взять дополнительную баржу на абордаж и тащить ее за собой всю жизнь. Чего ради? Этим самым мы плодим паразитов на хлебников, не уважая их. Такого нужно расшевелить, подсказать, обличить. И не давать ему, чтобы нужда чрева его заставила его потрудиться. Мы сами плодим тунеядцев, подавая здоровому, крепкому человеку на погибель и пропой. Здоровая, крепкая южанка каждый день сидит с кучей ребятишек, как родильная машина, чтобы их кто-то кормил. Готовит новых чеченцев убивать русских недорослей? Почему? Они все могут работать, брать участки земли и объединяться в какое-то товарищество. Можем ли мы даже вообразить, чтобы заброшенные к нам несчастьем немцы вот так же протягивали руку на углах улиц? Уже через год-два на новом месте они начинают нам наступать на пятки. Например, Сталин двинулся по Волжье, буквально обрек на скитание немецкую диаспору. Один из них, Эрлих Яков Севастьянович, жил через дорогу от нас потерять. Его все звали Яшенька. Он научился говорить по-русски маломальски. Сделался главным садовником в колхозе, главным пчеловодом и главным маркетантом. Колоть и обделывать скотину, кастировать скот. И многое другое. Он воспитал пять сыновей, три дочери со своей женой Катериной. Их сын Артур, мой товарищ, дал мне первые уроки немецкого языка. Прекрасный и верный товарищ ныне переехал в Германию. Апостол Павел говорит просителям милостыни. 2 Фессалоникийцам 3 глава 10 стих. Ибо когда вы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Он не сказал, что кто не хочет трудиться, то вы добрые христиане. Кормите такого, подавайте ему милостыню. У нежелающего работать есть одна льгота. Легкий сон на пустой желудок. Но если человек действительно нуждается и ты узнал о том, то поспеши к нему первым. И не просто дай копейку, но помоги ему с жильем, питанием, одеянием, работой, чтобы он мог обеспечить себя в дальнейшем сам. Стихотворение. Светает товарищ, работать давай. Работы усиленные требуют края. Работай руками, работай днем. Работай без устали ночью и днем. Не думай, что труд наш бесследно пройдет. Не бойся, что дум твоих мир не поймет. Работай лишь с пользой на небе людей. Дай сей только честные мысли на ней. О том, что будет, то будет пускай. Так нужно работать, мы дружно давай. Работать руками, работать умом. Работать без устали ночью и днем. Федоров Амуревский. Вот так. Ну там о милостыне было кому еще. Работай. Так, милостыня лентяям. Лентяй Ян. Вот так. Вот оно. Ну вот теперь еще. Теперь мы заново посмотрим. Это первый вопрос о работе. Первые тома у меня были. Небольшие ответы. Но они основаны все на слове Божьем. А потом будут пространные огромные ответы. Так. Вот это. Control S. Теперь свернуть. Открыть. Вставить. И сделать на 20 шире. Чтобы можно было записать. Давай. Вопрос 860. Второй том открытым оком. Можно ли раздавать ту милостыню, которую тебе подали? Считается ли это твоей милостыней или нет? Ответ. Ефесянам 4 глава 28 стих. Кто крал, вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Если это общая церковная милостыня, казна. И ты поставлен правильно ей распорядиться, раздавать. То в этом немалая мудрость твой труд, награда. Римлянам 12 глава 8 стих. Увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте. Начальник ли начальству с усердием. Благотворитель ли благотвори с радушием. Святые не одобряли раздаяние чужой милостыни. Если не нуждаешься, не принимай, но искренне поблагодари дающего и Бога. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Деяние 20 глава 35 стих. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятывать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Апостол Павел заботился об Иерусалимской церкви и старался для голодающих и обездоленных собрать как можно большую милостыню. И если она будет достаточно велика и прилично дать для его сана, то он сам готов доставить ее в Иерусалим и раздать. 1 Коринфянам 16 глава 1 по 4 стихи. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то о которых вы изберете, тех отправлюсь с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной и пойдут». Галатам 2 глава 10 стих. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». «Милостыня изданного тебе». Вот она когда вылетела. Видишь, как удобно все это делается. Вообще настолько удивительно. Так, еще. Во. Если здесь считать, тут нельзя будет ничего не записать, ничего. Ну а мы сейчас быстренько перетащим сбор, увеличим. Мы это знаем как делается. Как удобно. Вот так. Пошел. Вопрос 862. Второй том открытым оком. «Потеряла пуховой платок. Он был подарен мамой. Что это? Наказал Бог или случай? Радоваться или плакать?» Ответ Сирахова 20 глава 9 стих. «Бывает успех в человеку козлу, а находка в потерю. Нужно заметить, что это случается во всем мире от того, что они невнимательны на утренней молитве. Хотя Слово Божие призывает бодрствовать». Колоссянам 4 глава 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. В утренней молитве к Божией Матери мы просим, чтобы она отогнала от нас уныние, забвение, неразумие, нерадение. Бодрствовать в молитве значит быть бодрственным, находиться в помятовании того, о чем молился, и стремиться это притворить в жизнь. «Как была утеряна вещь? Забыто в транспорте? Нечаянно выпало? Украли? Все это ненормальность, ущерб. Если бы это было казенное имущество, ты был бы наказан. Если это твое, накажи себя сам. «Определи стоимость ущерба и отними ее от обычного среднего пропитания. Обмани себя, как говорится в притче о домоправителе». Евангелие от Луки 16 глава 6-7 стихи. «Он сказал, стомир масла, и сказал ему, возьми твою расписку и сядись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, стомир пшеницы, и сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. Об этой притче часто спрашивают, разве можно обманывать? Если было бы нельзя, то не было бы похвалы обманувшему, что он догадливо поступил». 8 стихи. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Беспечность, халатность – это и есть расточительность. Притча 18 глава 10 стих. «Неродивый в работе своей брат-расточителю. Неродивость приносит всегда ущерб». И второе. «Ты виновна против любви матери. Если она жива, принеси перед ней покаяние. Если она умерла, долг уходит в вечность». «Библия дает установление о тех, кто найдет этот лоток». Исход 22 глава 9 стих. «О всякой же вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». Левитам 6 глава 3 стих. «Или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложным в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат». «Если Богу Всеведущему угодно, то потеря может возвратиться с лихвою, если ты не возоропщишь ни на кого, а признаешь себя виновным и поблагодаришь Бога за допущенные испытания, как многострадальный Иов». 42 глава 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». «Если тебя обокрали во время богослужения прямо в храме, стащили твой пуховой платок, то Иоанн Златоуст учит рассуждать так. «Бог знает, что дьявол имеет доступ. Дьявол не бедным тебя хочет сделать, но недоверчивым к Богу, чтобы ты зароптал на церковь, на священников, сбился с молитвы, прервал связь с Богом. Но если ты прославишь Бога за эту утерю, то, что произошло не по твоей вине, а по злоумышлению врага душ человеческих, и подобно Иову не скажешь ничего неразумного, то это будет как раз то, чего дьявол более всего боится. Он хотел, чтобы ты отступил от Бога, сказав, где же Бог? Даже здесь, в доме своем, он не мог уберечь свое дитя от воров. «Этого ты избегай, прославь Бога, и нанесешь глубокую язву дьяволу. Он убежит, закрыв лицо свое. Эта потеря твоя будет принята Богом дороже милостыни, ибо милостыни подают многие, а за такой случай, за утерю, мало кто достойно прославляет Бога. Если ты возробщишь, то дьявол получил желаемое, и еще не раз постигнет на то же. Но если прославишь, то он и близко к тебе не смеет подойти после твоего Аллилуйя». Ну что, тут надо сказать, потери. Запиши, потеряла платок. Нажимайте. И все возьмем. Вот так, Ctrl-S. Это закрываем. Буквально мне меньше минуты времени уходит. Вопрос 1088. Третий том, открытый мохом. Сирахов, 21 глава, 14-15 стихи. Не научится тот, кто не способен. Но есть способность, умножающая горечь. Что это за способность? Ответ. В мире идет битва умов. Кто кого? Разум человека, данный ему от творца для спасения, послужил гибели. Способных людей ценят, ищут. Они сидят в отдельных лабораториях, кабинетах, думают, экспериментируют. Изобрели всякого вида оружия массового уничтожения. Один взрыв и тысячи людей без покаяния отходят в потусторонний мир. Сколько горечи они принесли им, покажет вечность. Сколько горечи оставшимся родственникам, детям, сиротам, коллегам. Это полынная горечь переполняет душ миллионов людей. От того, что есть способные на зло люди. Римлянам 1 глава 30 стих. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушно родителям. Есть люди, изобретательные на извращение Слова Божия. Родоначальники сект, ереси. Конфессии, динаминации, конфессии, динаминации. Это еретики, сектанты. Горечь, доставляемая ими своим последователям и самим себе. Кто измерит? Ульянов Володя учился на одни пятерки. Выучился на адвоката, умеющего защищать обижаемых. Но стал судьею для царя и лучших людей России. Беспощадным, сатанински злобным и лживым обвинителем. Палачом и деспотом. Его способность была, конечно же, ниже, чем у Адольфа Гитлера. Но и этот выродок дьявола скольких проглотил в газовых камерах. Горечь породил их изобретательный на зло ум. И сейчас... Посмотрите, какие умные люди. Тщательно обдумывают в кабинетах, как не работая заработать. Гусинские, Чубайсы, Березовские. Все бесовское жеравье облепило тело России. И куда бы ни пришел, нигде русского лица. И это в России. Начните обменивать квартиру, телефон. И вы не будете рады самой жизни. Один день и ночь размышляют, как запутать и обобрать человека. Слезы горечи и проклятий миллиардно тиражируются в их адрес постоянно. А что делается в милиции, судах и прокуратуре. И самыми способными считаются те, кто наиболее бессовестен, нагл продажен. Вот так. Это о чем? Изоблетайтесь на зло. Заголовок, а заглавь сам как-то? Способность умножающая горечи. Давай. Я сейчас еще одну открою, чтобы нам легче было. Там что-то большой вопрос. Хорош. Вот так. Возьмем еще один вопросик. Вопрос. Ой, серьезное дело. Это надо теперь контр-лс. Смотри, как мы сейчас тоже так же вытащим быстро. Сочетаем. Значит, что-то тут такое крупное попало рыба. Последний вопрос. Давай. Вопрос 1144. Третий том открытым оком. Многие знают, что в воскресенье работать грех. Так говорят и безбожники. Не бывает ли порой так, что мы в этот день согрешаем своим бездействием? Ибо мерзок пред Господом покой телесный, святой в Арсенофии. Да и сам Спаситель говорит фарисеям, которые упрекали его за нарушение субботы. Он же говорил, можно в субботу делать добро. А сейчас многие этого не понимают и уподобляются тем фарисеям, обвиняя тех, кого видят работающими в воскресенье. У нас потеряется запрещенное. Ни под каким видом. Как вы смотрите на этот вопрос? Если я ошибаюсь, то объясните, покажите, где написано, что в воскресенье работать грех. Может, есть правила какие? Или может, то, что раньше говорилось о субботе, ныне касается воскресенья? Этот же вопрос касается религиозных праздников. Ответ. Ветхозаветная суббота в переводе с еврейского значит покой. И была образом того покоя, какой мы получили в воскресенье Иисуса Христа. Господь наш есть Богочеловек. Своей душой после распятия Он сошел в преисподние места земли. И там трудился, проповедовал. 1 Петра 4 глава 6 стих. Ибо для того и мертвым было благоуствуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. 1 Петра 3 глава 17 стих. 2 Петра 4 глава 17 стих. 2 Петра 4 глава 17 стих. 2 Петра 5 глава 17 стих. 3 Петра 5 глава 17 стих. 3 Петра 5 глава 17 стих. 4 Петра 5 глава 17 стих. 5 Петра 5 глава 17 стих. 5 Петра 6 глава 17 стих. 5 Петра 6 глава 17 стих. 5 глава 17 стих. 5 Петра 6 глава 17 стих. 5 Петра 6 глава 17 стих. 5 Петра 6 глава 17 стих. 6 глава 17 стих. 6 глава 17 стих. 6 глава 17 стих. 7 Петра 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 6 глава 17 стих. 8 9 Stories. 9 Петра 6 глава 18 стих. 8 Петра 6 глава 18 стих. 9 Петра 6 глава 18 стих. 10 Святого 18 стихаательства. Но также поддерживать и духовную жизнь в народе, давать возможность к более живому общению между отдельными коленами и особенно поддерживать в народе чувства ожидания Мессии. Все получилось дальше. О чем речь идет? О субботе что-то. Вот так пиши. Суббота есть воскресенье. Все на этом. Все, понятно. Давай.